Девушка плачет, склонив голову. Девушка плачет, склонив голову над только что умершим котенком. Питомца она приобрела у теперь уже известных на всю страну заводчиков, которые, как выяснилось, продают котят, больных кошачьей чумкой. На данный момент полиции ведется досудебное расследование. Подробнее узнаете в этом сюжете. Для меня эта история началась полтора года назад, в мае месяца прошлого года, когда я 16-го числа приобрела котенка. И через два часа уже дома увидела, что котенок абсолютно безжизненный, с явными признаками болезни. Сразу связалась с девушкой, которая мне его продала, на что она меня начала отговаривать, обращаться в ветеринарные клиники, к врачу и так далее, ссылаясь на то, что сейчас так много заразы, и котенок слишком маленький, это период адаптации, и все пройдет. И не беспокойтесь, пожалуйста, дайте ему какую-то смекту. Сразу купить пять пакетиков. Если даже вы пойдете к ветеринару, он тоже самое вам скажет. Там ветеринары в нашем городе, пару только ветклиник, они 2005 года рождения, закончили какие-то сельхозные колледжи. И что вообще не знают, кто ведет ветеринар, хожу свои животные, хоть оно старое, хоть оно от нас, не от нас, они все дохнут. Она начала от себя давать какие-то советы, которые впоследствии они бы убили моего кота, а, как говорится, нет тела, нет дела. То есть без каких-то ветеринарных заключений я бы уже абсолютно никуда бы не смогла обратиться. И вот сутки спустя, как я его приобрела, у него началась рвота, кровь заднего прохода, диарея, абсолютно мокрые глаза и все такое. Я начала звонить в клиники, на что около пяти клиник. Меня сразу спросили, где я взяла. Я назвала адрес Арнау-8, я сказала, откуда я брала. И мне говорят, ой, нет, можете даже не привозить, сразу вам говорим, вы нам только заразу сюда принесете, потому что это воздушно-капельным передается, нам такое не надо, мы отказываемся. Предлагаю вам сразу его усыпить, чтобы он не мучился. Алия все же сумела найти ветклинику, в которой взялись за лечение ее котенка. И, к счастью, лечение помогло. Сейчас это уже взрослый и красивый кот. Кстати, зовут его... Ричет. Ричка. Петя. Петя. Однако далеко не всем котятам так повезло. Панликопения кошек, это вирусная болезнь кошек, которая в народе называется чумка. Протекает поражением желудочно-кишечного тракта, лихорадкой иногда. По первичным симптомам у нас идут первые признаки. Это рвота, жидкий стул, отказ от еды, пассивное состояние у животных начинается. Зачастую болеют это котята и до года кошечки. Первые причины, когда для владельцев, наверное, лучше, это обращать внимание сразу же с первых дней приобретения животного. Только увидели пассивность, не кушает, не пьет, сразу нужно обращаться в поликлинику, сдавать тесты, кровь, и там уже отталкиваться от того результата, что мы получили. Зачастую панликопения подтверждается у каждого второго котенка. Это очень в плачевном состоянии, и панликопения, чума в народе, протекает очень быстро. То есть она и за сутки, и за полдня может котенка привести в плачевное состояние, тяжелое. Так как у меня есть рабочая страница, достаточно, на которой очень много подписчиков, именно женщин, мамочек, я начала туда это все выливать, и я узнала, что мне написало за двое суток более 200 человек, о том, что эти люди занимаются более 10 лет, то есть вот около 10 лет они продают в Астане и по всему Казахстану, отправляют индрайвером, то есть на такси, и было очень много случаев, где, допустим, человек в Таразе заказал котенка, к нему приезжает труп, открывается коробка, там бедно измученное животное, уже мертвое. Были очень много пострадавших, которые брали кота для своего ребенка, которому прописал врач, то есть, допустим, у ребенка дислексия, отставание в развитии, и это были вынуждены меры приобрести кота, в итоге этот кот в мучениях умер на руках ребенка, и то есть ребенок получил стресс, год не разговаривал из-за того, что вот эта вот вся ситуация произошла на его глазах. И таких историй вот просто я всего лишь полтора года в этой теме, и они не заканчиваются. Каждый день любую социальную сеть я открываю, мне везде Facebook, Instagram, TikTok, мои номера находят, постоянно мне звонят, скидывают вот эти вот видео, у меня весь телефон забит в этих бедных измученных животных, которые умерли. Было не одна сотня заявлений, написанных в РОП, в прокуратуру. Я сама лично судилась с прокуратурой Исильского района города Астана в этом году за бездействие сотрудников именно по этому делу, потому что такое количество заявлений все оставлены без рассмотрения. Наши органы просто не хотят заниматься животными. В любом пункте, так скажем, мне говорили, что нам что делать, нечего заниматься какими-то котами, ну, сдох и сдох, ничего страшного. У нас, знаете, людьми не особо все занимаются, а вы тут со своими кошками. Очень долго не регистрировали уголовное дело. Все заявления, которые поступали ранее и по сей день, которые поступают, списывают в НД, якобы нету состава, либо не рассматривают никак. Кто-то из тех, кто написал заявление, потеряли талоны, кто-то кому-то вообще талоны и не дали заявление. В итоге, когда я отправила адвокатский запрос в Комсет по правовой статистике, обнаружилось только три заявления, три или четыре заявления. После этого нам пришлось по новой писать коллективное заявление уже в прокуратуру, однако прокуратура отказалась регистрировать уголовное дело. Зарегистрировали уголовное дело только после того, как мы написали жалобу в следственный суд. Как нам сообщили в столичном департаменте полиции, сейчас проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». В ведомстве также добавили, что для выяснения причин заболеваний животных в уполномоченный орган направлены запросы, по результатам которых и будет принято соответствующее решение. К слову, почему не ведется расследование по статье «Жестокое обращение с животными» непонятно. Вот такая вот девочка, золотая шумшила, весовушка, очень редкая, на 60 тысяч. Вот такая вот красотка. Это девочка. Вот она. Здесь даже вопрос не больше ни к сотрудникам полиции, наверное, в том числе к комитету ветеринарного контроля и надзора. Почему по сей день этот комитет не провел соответствующую проверку, хотя заявления поступали туда и жалобы поступали. Я более чем уверена, что сотрудники полиции наверняка отправили представление в отношении них, чтобы провели определенную проверку. Однако ничего этого по сей день не было. Ни одного подписания нету в отношении этих людей, которые занимаются вот такой вот незаконной деятельностью. Я три дня назад приобрела себе котенка. Оказывается, в Астане есть заводчица, которая продает всем больных котят. На нее уже несколько раз подавали суд, но ее никак не могут посадить. Она продает всем больных котят, которые потом мучаются от боли. В 90% случаев они погибают. И мой котенок оказался тоже больным. Сейчас мы будем его лечить. Просто я ненавижу эту систему, в которой могут себе позволять люди ходить безнаказанными. Из-за таких людей безответственных страдают животные. Заводчица говорит, моя хата с краю, так скажем, она говорит о том, что вы у меня когда брали, животное было живое, а то, что оно было больным, вот ты докажи, что оно было больным. Смотрите, котенок по закону РК не подлежит ни возврату, ни обмену, так как я не знаю, в каких условиях он жил, с кем он контактировал, что он кушал, может вы его с высоты уронили и так далее, ваши дети играли, куда я знаю, вот, куда хотите подавать, мне как бы все равно. А что они говорят, мне как-то все равно, мы самые крупные заводчики по РК, в Астане все у нас покупают, конечно, будут на нас валить. Более 200 кошек в развод, вот, от одного помета один может заболеть, может не заболеть, вообще не один, поэтому кто его знает? Я хрен его знаю, у кого что там выходит, у кого какое место там болит. От меня главный факт, забирай здоровых, красивых. Все, давай, до свидания, еще на тебя время тратят. Давай, до свидания. Еще есть момент о том, что вот эти люди, они запугивают всех, кто начинает как-то пытаться создать резонанс. Например, лично мне, моей семье, в прямом смысле этого слова, угрожали. Алло, да, как ты я, да? Кто? Ты как-то странная, тебе звонить, какого х**а выкладываешь мои коды, ты за это ответишь, ты мне ответишь? А ты за это не ответишь? Ты умер, еще что-то обратить ко мне, какого х**а выкладываешь? Я звонила, у тебя номер выключен. Ну ты, молодой х**а, ты вообще х**а, я смотрю. Я знаю, что, сейчас ты желтая зрения начать писать, дура. Большая часть людей, которая к ним лично домой ходила, с этим же котенком, которых брали, там начиналась потасовка, и после эти же сами «заводчики» в кавычках наносят себе побои, это факт, он тоже есть зафиксированный, они сами наносят себе побои, идут писать заявление, и потом вам приходит повестка о том, что якобы вы к ним вломились домой, их избили. Но я хочу остановить это все. У меня, слава богу, кот выжил, но я в шоке, что такое происходит в столице Казахстана. Мы же люди в первую очередь, как можно так издеваться, быть такими живодерами? «Он больной, мы его взяли, у него вирусная инфекция». «Так, можно будет выйти, потому что сейчас входным уже, нет, что вы уйти? Нет, давайте мы здесь в полиции выйти, потому что мы сейчас вызывайте, мы будем подачивать, подачивание, подачивание. Это ордер, стоп, девушка, давайте мы не будем подачивать. Ордер должен быть. Мы хотим поговорить. Ордер, о чесенках. В смысле? Ордер стоит. Ни педнятей. Ордер, о чесенках стоит. Не трогай, не трогай. Нет, оскар, оскар. Глотый, кошечек. Ай, взимай. Ай, он попал, ему добиться. Взимайте, он добиться. Взимайте. Что за шарашкин? Ну, по-моему, да. Что за шарашкин? Ай, кто за шарашкин? Снимай, не ломал. Есть видео. Есть видео. Что за шарашкин? Не трогай. Не трогай. Говорит, что вы их били. Вот, только что умер. На мучениях. Если бы эти заводчики, да, как говорят, все относились с большой ответственностью, да, им, во-первых, нужно вакцинировать своих всех домашних кошек, то есть на полный здоровый организм. Не так, что, ай, я поставлю вакцину, и будь что будет. Нет, так тоже это не делается. Вакцина в любом случае ставится на полный здоровый организм. Вакцинируем, обрабатываем помещение, дезинфекцию вызываем, да, полностью обработку проводим. И должен быть, конечно, в этом помещении не должно содержаться маленьких котят, да, потому что все равно, хоть как мы будем обрабатывать, к сожалению, до конца на 100% мы инфекцию не уберем с этого помещения. То есть что-то у нас останется, либо переезд на другую квартиру. Но в первую очередь вакцинировать. И перед тем, как заводчики вяжут своих кошек, да, с котами, конечно, мама должна быть вакцинирована до родов, до беременности, до планируемой беременности. То есть тогда у котенка, даже если однократная вакцина у мамы, у котенка уже будут антитела и плюс материнский иммунитет. Все, конечно, это будет плюсом. Нам всем, заводчикам тоже. Летальность у этой болезни невакцинированных животных до 90%. То есть очень высокий процент летального исхода. Поэтому каждому, каждому мы говорим вакцинируйте, пожалуйста. Не плюйте на это дело, когда в народе говорят. Вы вакцинируйте, и вам же будет проще. И с другой стороны, многие владельцы тоже говорят, ой, это очень дорого. Да, это очень дорого, когда вы не вакцинируете и приходите на терапию. Это очень дорого. Вам проще заплатить за вакцину двукратно, да, там, например, с интервалом 3 недели, когда вы первично получаете, нежели потом десятки тысяч отдавать на лечение. Да, в этом тоже есть плюсы и минусы свои. У них у всех типичные объявления на Каспи-маркете, в OLX. Везде красивые котята, в основном их там по 5-6 штук выкладывают. И написано с документами, породистые, со всеми прививками. Вообще, я вот как ранее не знающий человек, с документами привитых котят от рождения 2-х недель не бывает, так как прививаются животные от 3-х месяцев. Раньше этого сделать нельзя. Если вам говорят, что вы покупаете котенка, которому 2 недели от роду, и он уже привит, это мошенники 100%. Далее, когда вам говорят, что вы знаете, у нас питомник, но мы сюда никого не пускаем, вам ничего не покажем, вы нам делаете оплату, мы вам присылаем такси, это мошенники 100%. Когда вы покупаете животное, вы должны видеть, в каких условиях содержится это животное. Рядом обязательно должны быть его родители и отец, и мать. Документы должны быть со всеми надлежащими ветеринарными печатями, росписями, обязательно, чтобы это все было видно. Не одна какая-то печать, а прямо вот за каждую бирочку, за любая прививка, это отдельная бирка. Напротив каждой бирки должна быть печать и роспись врача лечащего. Это очень серьезно. Ну и, наверное, цена, я, если честно, не знала, сколько должно стоить животное. Породистые животные стоят, как мне сказали, в районе 250 и выше 1000 тенге. Если вы покупаете, и там человек говорит, ладно, быстрее забирай, там я тебе скину 10-15 тысяч тенге, ну, такое тоже не может быть. Нормальные, хорошие заводчики, они отвечают за свое имя, за свою репутацию и довольно хорошо вкладываются в этот бизнес, поэтому они не будут заниматься там сейлами и так далее. значит, Продолжение следует...